Панельная пятиэтажка на Металлургов 65. Сломанные водосточные трубы, рухнувшие балконы, протечка крыши аж до первого этажа. В эту особенно снежную зиму все проблемы дома обострились. Вчера пришла, эта техник составила акт протечки, сказала, ничего сделать не можем, шов не заделать. Этажом выше семья недавно начала делать ремонт в своей квартире. Закончить его им не удалось. Потек потолок и стены. Мебель пришлось передвигать, работы останавливать. Вызвали управляющую компанию, на что она нам ответила. В хрущевках зачем делать ремонты? А если теперь люди живут в хрущевках, значит жить как бомжам? 5 февраля пришли, скинули сосульки, где метр, где полтора по краям дома. А остальное, сам снег и налить, осталось на доме. После этого, кажется, с крыши во время оттепели потекло, потекло в квартиры, с пятого по первый этаж. В офисе управляющей компании «Гарантсервис» начальство на месте не оказалось. Поэтому ситуацию нам прокомментировали только по телефону. Капитальный ремонт запланирован и утвержден уже на данный момент департаментом ЖКХ и фондом капитального ремонта. На 2019 год, соответственно, это будет, скорее всего, весенний-летний, такой осенний период. На данный момент пока в управляющую компанию документов смертных не предоставлено. А вот в доме на коллективной 6 от постоянных практичек сырости в квартире страдает многодетная семья. У Анны Мануиловой трое детей, младшей девочки, всего 11 месяцев. Перед Новым годом Анна сделала ремонт в квартире, но вода с крыши за две недели уничтожила все ее старания. Женщина рассказывает, в квартире настоящий дождь. Приходится закрывать почти всю комнату клеенками. Тяжелый запах, тяжело то, что ей все охота, ей все надо схватить, ничего нельзя. И в целом из-за воздуха и спать очень тяжело. В детской комнате от постоянной сырости на стенах завелась черная плесень. Здесь ремонт мы делаем каждые три месяца, потому что эта плесень вылезает у нас постоянно. Вот от угла верхнего идет и вот до низу. В управляющей компании МУП «Теплоэнергия» нам пояснили, дом находится на непосредственной форме управления. А это значит, что сами собственники коллективно решают, сколько и за какие услуги они готовы платить коммунальщикам. Частично мы их ремонтируем, да, они все-таки на текущий ремонт содержания нам дают. Мы частично ее ремонтируем, да, но сами понимаете, что объем не представляет возможным полностью ее отремонтировать. Да, мы просто ее где-то герметиком, где-то заплатку налепили, где-то фальцы восстановили. Но специалисты уверяют, здесь уже необходим капитальный ремонт. Заявки на перенос сроков коммунальщики отправляют регулярно, обещают и в этом году. Но так как собираемость средств у дома низкая, сдвинуть сроки капремонта маловероятно. В тех ситуациях, когда вина в коммунальных бедах все же на стороне управляющей компании, необходимо обращаться в суд. Главное вызвать коммунальщиков и составить акт. В нем подробно указать все повреждения. И уже на основе этого акта направить в управляющую компанию претензионное письмо. После чего у управляющей компании есть определенный временной промежуток для дачи ответа на претензию. Если ответ на претензию не получен, соответственно, то у потребителя, у гражданина, чью квартиру затопило, появляется право обращения в суд. В суд вы обращаетесь без уплаты государственной пошлины. В какой суд обратиться зависит от суммы ущерба. Если она меньше 50 тысяч рублей, в мировой суд. Если больше, в федеральной городской. Такие дела, как правило, выигрывает собственник. В этом случае управляющая компания обязана полностью возместить ему ущерб и все юридические расходы. Мария Беленко, Анатолий Холин. Новости.